Добрый вечер, господа! Мы обсуждаем группу D онлайн-олимпиады. Крайне интересные события в этой группе были так же, как и в предыдущих группах. Но здесь, в этой группе, можно отметить блестящее выступление сборной Греции, которая сенсационно заняла второе место. Очень возрастная команда, но крайне опытная. И, конечно, огорчила тифозий, можно сказать, сборная Италия. Потому как, обладая очень хорошим составом, молодым составом, очень перспективным, они оказались за бортом заветной тройки. Ну а греки, как мы видим, опередили Польшу лишь под дополнительным показателем отстали от самой Америки. Итак, приступим к партиям. Партия одного из лидеров сборной Польши, Радослава Войташика, против Христоса Баникаса. Христос Баникас представляет сборную Греции и уже на протяжении многих лет является одним из незаменимых бойцов в этой сборной. Итак, в этой партии, в этой позиции, после хода Конь Б3, Радослав решил расположить свою ладью на Ф4, но буквально через ход достаточно группы зевнул. После хода Ж5 Радославу стоило предпочесть ход ладья Ф3. А он машинально взял, как и, в общем-то, при быстрых контролях, как и случается, в таких ситуациях взятие кажется обязательным или машинальным. После взятия открылась линия H, через которую Баникас начал пристраивать матовые конструкции. Грозит Ферз Х6 с утражением Ферз Х2. И вот после хода ладья Х1 последовал крайне интересный и очень симпатичный трюк. Итак, вы можете поставить на паузу, прошу прощения, ваше видео, и подумать, как черные здесь могут белых мануть. Итак, черные сделали следующий ход. Конь Д4. Конь Д4. Блестящий совершенно ход, атакующий Ферзя и ладью. Выясняется, что на ЕД последует просто шаг, и на король Ж2. После хода Ферза Х6 нет защиты от хода Ферза Х1. Достаточно симпатичная тактика, но очень действенная. Радослав таким образом остался без качества, и в дальнейшем Баникас реализовал свой перевес. Дальше мы смотреть не будем. В общем-то, все было достаточно четко со стороны греческого гроссмейста. Следующая партия, следующий элемент был в партии, опять-таки, Дуды, польского гроссмейстера, опять-таки, представителя Польши. И, безусловно, интересующий у нас лидером, потому как сборная США, скорее всего, встретится с победителем пары Китай-Украина. И в этих парах она, возможно, будет и нашим соперником. Кто знает. Кто знает. И, соответственно, следующая партия произошла в достаточно актуальном варианте. Такие, в общем-то, каталонские идеи, смешанные с дебютом рейти. Черные вывели фигуры. Ну, и, в общем, такая спокойная борьба была до поры до времени. Мы видим, что делаются такие спокойные ходы. После чего Дуда начал проводить Е4. Итак, сыграл в Слесо слон А3. В принципе, таких слонов желательно разменять, потому что по большой диагонали слон действительно обладает очень хорошей активностью. Но Дуда вот тут придумал кое-какие идеи. Итак, после взятия, взятия, проведения Е4 образовалась такая вот позиция, где белые обладают определенным преимуществом, так как у них есть возможность организовать либо какую-то изолированную пешку с полем Д4, где может располагаться хорошо конь, либо, возможно, движение Е5 организовать в какой-то из моментов. Поэтому предложение Ферзей, естественно, Дуда отвергает. Играет Ферзь Б2. После ДЕ ДЕ позиция по структуре, естественно, меняется. И черным здесь нужно делать очень конкретные ходы, потому как достаточно допустить ход Ладья Д1 и в какой-то момент поле Д6 может стать критическим для черных. Поэтому G6, G6 очень важный ход, отгоняет коня, но Дуда ставит его на H6. Король F8, вполне возможно, что король G7 также было возможно, но после коня G4 определенные проблемы по этой диагонали, безусловно, имеются. Поэтому король F8, ладья AD1, в общем-то все очень разумно, и ферзь H5. И этот вот ход ферзь H5, который, казалось бы, очень строго применил в ССО, дал возможность Дуде применить очень интересную конкретную идею. Что можно было предложить взамен? Ну, взамен вполне вероятно, что можно было сыграть плотно ладья D8, и дальнейшее движение белых пока не так просто развить. Потому как конь пока ограничен, слон пока также не работает, и, в общем, не хватает немножко темпа. То есть не хватает темпа для того, чтобы сыграть F4 и E5, например. То есть в этом случае нам надо еще убирать короля для этого. Ну, а времени на это, естественно, не так много. Итак, ферзь H5 позволила польскому гроссмейстеру, славящемуся своей тактической одаренностью, осуществить такой вот очень сильный ход. Ладья D7, конь D7, он дал шаг, король E7 и сыграл ферзь G7. Очень симпатичная конструкция. Конь на H6, ферзь на G7. Удивительным образом как бы за ручку держится и атакует пешку на F7. Ладья F8 и F4. Вот на этом строилась основная позиционная идея жертвы. И мы видим, что черный король находится в центре. Черные попытались, ОСЛИСО попытался наладить ситуацию ходом ладья E8. Но вот в этой позиции этот ход оказался неудачным. Вообще очень непросто здесь понять, как вот этого короля реанимировать, потому что в центре, конечно, оставаться крайне неприятно. Чисто из человеческих таких вот визуальных моментов. И, естественно, его хочется как-то убрать. Видимо, ОСЛИСО сыграл ладья E8 для того, чтобы этого короля отправить в район поля C7. Но стоило предпочесть хладнокровная ладья AD8. И, может быть, после B4 отнимается поля C5 у ферзя. Либо, может быть, E5. Белые все равно продолжали вот эту инициативу сохранять. А после ладья E8, E5 мы видим, что инициатива белых крайне опасна. Ферз на H5 завис вне игры. И белые готовы уже сыграть слонов 3 с подключением ладьи. И дальнейшие удары сразу же могут посыпаться. Ферз E2 активизировал свой слесо. Ладья F2 дал шаг. Слоны F1 закрылись. Король убежал на D8. Но это стоило серьезной проблемой. Эта пешка F7 упала. После чего ладья E2, ферзь D1 и конь D6. В общем-то, инициатива неоспорима. И очевидно, что проблемы у черных очень серьезны. Но следует удар на E5. Ладья бьет E5, ферзь D6. То есть, таким вот образом, Слесо решил сбавить эти концептуальные идеи белых. Попытался как-то позицию трансформировать просто в плохую. Ну, может быть, чуть худшую. Но в этом случае хотя бы было все более-менее поровно. С открытым королем у белых также. Но этого недостаточно оказалось. Потому что белые здесь все очень здорово подконтролили. G5. Последняя идея была. Черных после вжем. Выясняется, что не хватает уже двух пешек. И реализация преимущества здесь долго не заставила себя ждать. Дуда здорово все здесь сделал. Без каких-либо помарок. Ну, вот так вот все завершилось. Несложно. Блестящая победа в этом плане от польского гроссмейстера. Отметить надо идею Ладья D7, ферзь H8, ферзь G7. Вот так вот легко порой даются красивые победы. И еще одна партия. В этом случае уже Уэслисо являлся страной, которая подавливала. Играл Уэслия против кубинского гроссмейстера Кизады Переца. Здесь ситуация была немножко другая. И здесь уже, как я сказал, именно американский гроссмейстер продавливал. И вот такой вот удивительный ход C5. Для меня это тоже стало, как сказать, новинкой. То есть, я такого пока еще не встречал. Вот в этих расстановках русской партии. Последовала следующая такая вот концептуальная линия. Крайне интересно. Слон G5, CD. Ладья E1, слон E7. И в такой вот позиции давайте посмотрим, что же происходит. Вот черный немножко задерживается с развитием фланга. Мы видим, то есть, у них фигур пока на данный момент не играют. И у белых как раз-таки больше легких фигур принимает участие в некоторой игре в центре. И по большому счету идеи белых именно наказать черных за отсутствие этого развития. Конь D2. Черные съедают эту пешку. То есть, у них номинально сейчас лишняя пешка. Но крайне опасен король. Положение короля. Ферзь H5 сразу же идет в внедрение. И на G6 Уэс Лисо жертвует одну фигуру. Конь без G6. FG. И вторую фигуру. Обратите внимание, это классическая идея. Жертвы на G6. Таким образом заставляя Кизаду идти на вот эту позицию. Здесь белые могли форсировать ничью. Но Уэс Лисо не для этого жертвовал. Для того, чтобы делать ничью. Для того, чтобы попытаться все-таки еще как-то поиграть. И он находит интересную идею. Ферзь H5. Король G8. Играет слон H6. Угрожает Ферзь G6 последующим матом. Поэтому черным нужно решать конкретные задачи. Очень непросто здесь понять, какую защиту продемонстрировать. Я думаю, что здесь каждый из вас должен как минимум поставить паузу. И постараться эту позицию черными защитить. Но были хорошие ресурсы у черных. Однако Кизаду их не поднял. Он сыграл Ладей в 6. Ну, хотя ход в принципе тоже возможен. После Ладья Е5 опять-таки возникла крайне опасная для черных ситуация. Она была в принципе опасной. Но сейчас тучи совсем сгустились вокруг черного короля. И здесь уже не то что конкретика. Здесь надо считать очень точно. Ладья D6. И вот видите, фланг так и не вышел. У черных был ресурс, связанный с ходом. Ладья бьет H6. Ну, последовал Ладья D6. И после Ладья бьет D5 сильного хода. Выясняется, что брать Ладью на D5 нельзя из-за матов 2 хода. А в случае ходов типа Конь С6, белые играют еще и Конь Е4. Страшная совершенно позиция. Поэтому черные сделали ход слона F8. Но после хода Ладья G5 выяснилось, что они теряют просто-напросто все. Пришлось отдавать Ферзя. Но и в дальнейшем Уэсли Са очень уверенно добил. Все съел у своего именитого Гроссмейстера. Ну, вот такие вот элементы партии. Очень симпатичные, на мой взгляд. Я еще раз покажу, как закончилась борьба в этой группе. И мы смотрим теперь положение сборной США. То есть США сейчас ждет победителя матча Китай-Украина. Самого ожидаемого матча 1-8 финала. Ну и, конечно, любая из команд, которая выиграет этот 1-8, будет не подарком для Америки. Что же, ну а дальше вполне возможно, что мы можем встретиться с Америкой или, соответственно, с Китаем или Украиной. Ну а верхняя часть мы видим, что Индия, вероятнее всего, встретится с Арменией. Потому что, если только греки не продолжат свое шествие феноменальное. И Азербайджан уже встретится с победителем тоже крайне интересной пары. Болгария-Польша. У Польши дела обстоят неплохо. Но Аяболгары опередили Польшу в отборе. И в целом команда крайне тоже плотная. Ну что же, вот такая вот обстановка была в группах А, Б, Ц и Д. Желаю вам успехов. Желаю поболеть за нашу команду 1-1-4. В полуфинале, надеюсь, и в финале. Ну что же, с вами Добров был Владимир. До свидания. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok